Все в мире относительно, кроме зарплаты. Вот и Кодекс Российской Федерации, который априори должен защищать права граждан, стал играть с нами злую шутку. Изменение штрафной системы в Федеральном законе о безопасности дорожного движения особо ощутимо ударит по карманам неудачливых и нерадивых водителей. Взять, к примеру, сумму минимального штрафа до 1 сентября – 100 рублей, а после – 5 сотен. Право нарушения в сфере безопасности дорожного движения, которые непосредственно влияют на аварийность, это такие, например, как превышение скоростного режима, нарушение проезда перекрестка, то есть на запрещающий сигнал светофора, введена дополнительная часть статьи, то есть повторность. Если человек совершает повторно в течение года данное нарушение, там штраф увеличивается в разы. Например, за проезд на запрещающий сигнал светофора, если человек допускает такое нарушение, штраф в 1000 рублей, если он повторяет данное нарушение, штраф уже идет в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Это если человека лишили права управления за какое-либо нарушение, вернуть свое водительское удостоверение он может только после того, как сдаст экзамен по знанию ПДД. Весомый аргумент на не менее весомые нарушения на самом деле система простая. Нарушил – оплати. Не понял, что нарушил – будь добр права. Хочешь права обратно – сдавай теоретический экзамен. Несмотря на то, что в закону учили поправку, которая сказала, что 0,16 промилле должно быть и более, чтобы человека признали в пьяном виде, чтобы управлять транспортным средством, у нас по законодательству запрещено употреблять алкоголь, какие-либо другие вещества, которые вызывают опьянение. Или алкогольное, или наркотическое и так далее. А вот эта цифра 0,16 промилле – это делается расчет на погрешность измерения. Борьба с пьянством за рулем история старая. И если любителей принять на грудь не пугает лишения, то штраф в тысячу евриков немного остудит пыл горячих автомобилистов. Но, как говорится, самый богатый контингент в России – курильщики, выпивохи и водители. Как бы ни поднимали цены на сигареты, водку, бензин и штрафы, денежка на это всегда найдется. С другой же стороны, народ наш возмущается до такой степени, что складывается ощущение, будто водители наши сплошь алкоголики. О радости за разрешение, говоря откровенно адекватных промилле, нет их предела.